В этом видео я хочу сделать обзор приложения Quick, которое нам позволяет делать видеоролики из своих фотографий, либо из своих видео, либо в перемешку из фотографий и из видео. Добавляет интересные переходы, эффекты. Доступно как для Android, так и для iOS. Но давайте зайдем в само приложение. Вот так выглядит первая страничка. И чтобы начать в нем работать, просто нажимаем создать видеоролик. Мы попадаем в свою галерею. Я выберу для начала несколько фотографий, а потом позже рассмотрим, как работать с видео. Фотографий не стоит выбирать много, если это для Stories и Instagram достаточно 4-5 штук. Иначе они будут слишком быстро меняться. Я выбрала фотографии. Мы попадаем снова в приложение. И оно нам предлагает ввести название видеоролика. Но я обычно не ввожу название видеоролика, просто пропускаю. И сразу же наше приложение. Я отключу музыку, чтобы она не мешала. Заходим во вкладку музыка. И я сделала без музыки. Ну и давайте сразу рассмотрим вкладку музыка. Здесь программа предлагает несколько вариантов музыки. Если я выберу из того, что предлагает программа, потом нажму на стрелочку, у нас появится кнопка музыкальная библиотека. В этой музыкальной библиотеке нам программа предлагает еще очень много разной музыки. Здесь нужно быть осторожным, если вы выгружаете в соцсети, потому что некоторая музыка защищена авторскими правами и ролик может быть заблокирован. Есть еще вторая вкладка «Моя музыка». Это музыка, которая на моем телефоне. И можно выбирать музыку отсюда. Далее я выбрала без музыки. Если, например, вы редактируете видеоролик со своим звуком, вы выбираете без музыки, тогда будет слышен звук вашего видео. А если мы выберем без звука, то наоборот заглушится звук вашего видео, и тогда можно будет сверху наложить музыку. Давайте вернемся к нашим шаблонам. Чтобы попасть снова в шаблоны, нажимаем первую вкладку. Здесь около 20 шаблонов, которые нам предлагает программа. Если мы их будем менять, то будут меняться переходы, и наши кадры будут появляться по-разному. Еще одна важная настройка. Если мы перейдем в третью вкладочку, здесь мы можем выбрать формат нашего видео. Как видите, сейчас у нас квадрат. Квадрат подойдет для постов. Если мы щелкнем на квадрат, поменяется на вертикальное или на горизонтальное. Всего три формата предлагает программа. Вертикальное видео, горизонтальное видео и квадрат. Мы решили делать сториз, а значит будем делать вертикальное. Еще здесь интересная вкладка фильтр, конечно же. Можно накладывать разные фильтры на наши фото. Я пока оставлю оригинал. Шрифт. Здесь можно выбрать начертание шрифтов. Причем для каждого шаблона шрифт выбирается отдельно. В зависимости от того, какой вы выбрали шаблон, вам предложатся другие шрифты. Вот, например, так выберем. Палитра. Это тоже в зависимости от шаблона. Если вы выберете другой шаблон, здесь будут уже другие палитры. И концовка. Тоже важная настройка. Если ролик доиграет до конца, сейчас увидим концовку. Программа накладывает логотип этого приложения. И у нас есть только два варианта. Либо включить, либо выключить. Ну, мы, конечно же, выключим. Снова вернемся к нашим шаблонам. Ну, здесь можно поиграться, выбирать, посмотреть. Очень интересные иногда есть эффекты. Еще одна важная настройка. Вот, смотрите, у нас фотографии обрезаются. Видите, лисичка обрезалась. Нажимаем на носа, не наши фотографии. Попадаем еще в одно меню. И здесь есть важная настройка, такая как фокус. Выбираем, вот, например, фотографию с ежиком. Делаем фокус. Мы хотим, чтобы была видна его мордочка. Фокусируемся. Итак, проверяем каждую фотографию. С птичкой все нормально. С бабочкой можно немножко подрегулировать капельку. И на лисичке мы тоже поставим фокус. Вот таким образом. Чтобы она у нас не обрезалась. Что еще здесь можно сделать? Если мы выберем фотографию и немножко не поддержим, ее можно передвигать в любое место, которое нам нужно. Продолжительность. Здесь выставляется продолжительность относительно всего видеоролика. Небольшая продолжительность, стандартная продолжительность, либо длинный видеоролик. Ну, я выберу стандартную. И добавить текст, самая первая вкладочка. Текст можно добавлять на каждую отдельную фотографию. Например, я выберу утро. Здесь тоже есть две вкладки. Если вкладка текст, то текст добавится на саму фотографию. Если я выберу заголовок, то программа добавит пустой файл. И на нем будет написан текст. Но мы выберем на фотографии. Повернуть. Это, соответственно, повернуть наше изображение. Макет. Это, видите, он вмещает всю фотографию. Но нам так не надо. Пусть лучше обрезается. Но будет полностью занят весь кадр. И мы, в принципе, все здесь настроили. Снова возвращаемся к нашим шаблонам. Допустим, нас этот шаблон устроил. Мы добавим свою музыку сейчас. Здесь можно музыку свою выбрать либо стрелочками выбрать, либо снова так подержать на стрелке, зайти в музыкальную библиотеку и выбрать свою музыку. Все, выбрали музыку. Она подгружается. Если нас все устраивает, нажимаем кнопочку скачать. Скачать нам нужно в телефон. Я выбираю сохранить без публикации. Идет обработка. И все, мы можем посмотреть свой ролик у себя в файлах. Вот наш видеоролик красивый. Но он почему-то получился 17 секунд. А нам нужно 15. Мы можем его подредактировать. Он дает нам редактировать копию. Выберем его продолжительность. И вот здесь подрегулируем. Подрегулируем. Он не дает четко выставить. Пускай будет 14. И еще раз скачаем. А теперь давайте посмотрим, как работать с видеороликами. В этом редакторе я подгрузила 4 ролика. Есть небольшие отличия. Для этого я нажму на сам этот эпизод. Видим, что у меня подгрузилось 4 видеоролика. Они довольно длинные. Каждый сам по себе. И здесь есть панелька инструментов, которая немного отличается от панели инструментов, которая для фото. Есть возможность добавить текст. Текст добавится непосредственно на это видео. Та же самая история. Либо на сам эпизод, либо на отдельный кадр. Мы выберем сюда. Следующая вкладка Highlights. По идее, в тех моментах, где мы добавляем Highlights, должна появляться что-то наподобие вспышки или такой подсветки. Но я пробовала, у меня не получилось. Если нам нужно в каком-то эпизоде подчеркнуть этот момент, мы просто ставим Highlights. Можно ставить в нескольких местах. И соглашаемся. На моем телефоне почему-то эта функция не сработала. Не знаю, в чем дело. Вот следующая важная функция, рамка на самом деле, это подрезка видео. Здесь есть внизу разные режимы. Вот сбалансированный режим. В этом режиме программа автоматически сама выбирает какие-то кусочки, которые она считает наиболее интересными. Но если мы хотим сами подрегулировать, нам нужно выбрать ручной режим. А далее идут режимы для камеры GoPro. Дело в том, что это приложение было создано компанией GoPro. Для видео с GoPro эти все режимы существуют. Но мы выберем обычный ручной режим и подрежем видео, на сколько нам нужно. Вот видно, сколько секунд. Сделаем его, например, 9 секунд и согласимся. И так можно сделать с каждым эпизодом. Ручной режим. Здесь вообще видео очень длинное. Сократим его до 9 секунд. Следующий ручной режим. Тут можно почти не сокращать. И следующее видео. Ручной режим. Тоже его подрежем чуть-чуть, на 10 секунд. Следующая вкладка тоже имеет большое значение. Это усиление. Она относится к звуку. Здесь есть три режима. Либо выключен звук, то есть видео будет вообще без звука. В режиме смешать будет звук видео смешается со звуком музыки. А в режиме усиления звук видео будет громче, чем звук музыки. Музыка будет фоновая. Далее тут еще есть те же инструменты макет. Повернуть это, повернуть. И вот интересный режим скорость. Скорость высокая. Три режима скорости. Низкая, то есть замедление. И обычная. И разделить. Видео можно расколоть в том месте, где мы укажем. Но мы пока что этого делать не будем. И далее удалить. Вот такие функции есть здесь для видео. И далее мы переходим в наши шаблоны. И здесь все аналогично. Выбираем шаблон понравившийся. Добавляем музыку, если необходимо. И после того, как мы все редактирование закончили, сохраняем. Сохраняем на телефон. Теперь мы можем зайти в свои файлы и посмотреть, как у нас сохранилось наше видео. Вот, видео сохранилось. Все в порядке. Спасибо вам за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.